Хейшки, ребятки, с вами Лекс, и мы продолжаем играть в игру под названием Куб 2. Посмотрите, что здесь происходит. Посмотрите, что здесь происходит. Мы попали в какой-то прям алтарь. Амелия, синяя энергия приведет тебя к разуму. Насыть нас даром вечности. Это я уже слышал. Это я уже слышал. То есть мы это проходили? Это мы же видели в конце серии. То есть нам говорит Эмма пойти в Красный Куб, чтобы уничтожить. Точнее, по Красному Проводу. Она говорит, мы хотим уничтожить, чтобы спасти человечество. То есть мы должны пройти по Красному, чтобы уничтожить Куб. По-синему, для того, чтобы его спасти. И помочь ему. Он тоже обещает восстановить человечество. Он тоже обещает сделать все хорошо. Для нас и для себя, разумеется. Чтобы он остался жив. Ну давайте, я доверял Кубу. И я и доверяю ему до сих пор. Надеюсь, что будет все хорошо. Но, как я уже говорил в прошлой серии, в конце. Разницы нет, смотрите. И Красный, и Синий. Ведут к одному и тому же месту. Это обман. Я так и знал. Я так и знал, что это обман. Впервые увидев тебя, я вас звал, и ты ответила. Какое невероятное это было блаженство. Я видел, как они напуганы. Как хотят разделить нас. Я не мог расстаться с тобой. Я держался за тебя крепко, изо всех сил. Постепенно мы убедили их. Остановили. Переманили на свою сторону. Мы бежали, и я вернул тебя. Помог тебе расти. Наши разумы вместе строили новый мир. Теперь мне пора уснуть. Но я буду ждать, когда ты разбудишь меня. Чтобы узнать правду, хранящуюся в моем сердце. Это кто? Это я говорю? Амелия? Вы видите это? Вы это видите? Это гигантское сердце, Куба. Охренеть. Мы не хотели навредить Амелия. Мы прибыли, чтобы делиться знанием. Чтобы понять вас. Но наш рот ранил нас. Но ваш рот ранил нас. Нам необходимо было знать, с точки зрения логики, есть ли у вас что-то хорошее. Один шанс. Одно испытание. Одно решение. Спасение. Я знаю, кто мы такие, и что мы с вами сделали. Я догадываюсь, что ты, должно быть, подумала. Ты выбрала знания. Ты решила учиться, чтобы понять нас. Да, я выбрала свое будущее. Человечество может научиться. Я все ей объясню, когда она подрастет. Мы поможем тебе. Мы поможем тебе создать свое будущее. Мы поможем вам слиться воедино. Мы поможем восстановить ваш мир. Позволь познакомить тебя с нашим миропониманием. Эмма. Конечно. Ты была со мной все это время, направляла меня и выручала. Ты переписала свое будущее. Терпение, доброта, сочувствие. Ты готова? Я готова. Да. Куб. Два. Это концовка, оказывается, была. Офигеть. То есть, это была, знаете, тестовый вопрос был. То есть, изначально нужно было пипец. То есть, смотрите, мы прошли в одну дверь, она все равно ведет к тому же месту. Но прикол в том, что это как бы тест был. Выбери то, значит, куб тебя тебя уничтожит. Или, скорее всего, не примет. Выбери это. Куб поймет то, что ты готов к тому, чтобы понимать и куб, и чтобы спасти человечество. То есть, ты понимаешь и тех, и тех. Ты на обеих сторонах, ты здраво мыслишь. Пипец. Ну, видите, я так понимаю, он все-таки захватил всех этих людей, потому что они хотели его уничтожить. Этот куб. Возможно, это такие же люди, как и я. Которые тоже пытались... Блин. А если бы я пошел на красную концовку, то, возможно, я превратился бы в камень, как и они? Вот сложно. Ну, интересная игра, ребят. Опять-таки, много всего скрытого, много всего непонятного, много мистики и так далее и тому подобное. Я, на самом деле, не думал, что сейчас закончится сразу же игра, но я надеюсь, будет сцена после титров какая-нибудь. Я надеюсь, то, что человечество все-таки осталось. То есть, куб не обманул и хотя бы хоть как-то попытался восстановить его. Ну, он, разумеется, типа сказал, точнее, наша главная героиня сказала, вот, я все расскажу своей дочери, которая у нее в данный момент есть. Ну, точнее, не есть. Она беременна, если кто не понимал. И научит то, что, ну, каково это быть добрым, я так понимаю. Обучит ее тем же самым, тому же самому, что и она и сама делала. Ну, то есть, как сказали, сочувствию, доброте и всем вот этим вот вещам. Блин, ну, не знаю. Не скажу, что игра прям супер топовая, но при этом, в принципе, идея сама довольно-таки интересная. Конец ли это? Будет ли третья часть? Я понятия не имею. Потому что в первую часть я не играл, но я так понимаю, первая часть все-таки хоть как-то, но связана тоже со второй. Я вот жду все-таки, ребят. Посмотрим сейчас, будет ли ссылочка, будет ли сцена после титров или нет? Будет ли отсылка на вторую, господи, на третью часть. Ну, я так понимаю, как раз-таки как ее звали? Элли? Эмми? Помогала нам постоянно. Она нам постоянно помогала, но прикол в том, что она уже была захвачена кубом. Она уже слилась с кубом. То есть, она нам помогала, но при этом куб, видите, как одновременно сделал вид, как будто есть добрая сторона и есть злая сторона. То есть, мы должны были сделать выбор между кубом и Энни. Но в итоге получилось так, что это одно и то же. То есть, просто куб проверял нас. Ух, как все это ломает голову на самом-то деле. Как все это ломает голову. Очень игра похожа по-своему геймдизайну. По своей задумке на Портал, я думаю, многие заметили. Думаю, что многие еще заметили такую же схожесть. Не только геймдизайном, вообще во многом они похожи. И поэтому, в принципе, многим приглянулась эта игра, потому что нравится подобного типа игры. Как и Портал. Как раз таки Портал мы прошли недавно. вот тут же вышел второй куб. Будем ждать третьей части. Я думаю, что честно, видел первую часть, она довольно-таки слабая. Вторая часть уже имеет полноценный сюжет, и вторая часть имеет полноценный геймплей, который довольно-таки интересен. Эти головоломки действительно могут сломать вам мозг. В принципе, как было это у меня. Просто вы видите какой-то момент, когда вы думаете, вот, сто процентов можно пройти так, пробуйте, и нифига не получается пройти именно так. Поэтому как-то как-то вот так. Это прикольно. И много всяких, знаете, инноваций. То есть, вроде бы нет ничего новенького, а потом появляется какая-то штука типа огня, либо масла, либо возможности использовать все штуки эти одновременно, которые мы кубики вот эти вот разных цветов, и вы получаете типа больше функционал для того, чтобы проходить. Ладно, ребят, я так понимаю, это все, не хотят нам больше ничего рассказывать. В принципе, вот так вот кончается эта история с кубом. Все равно много всего остается непонятного. То есть, как бы нам ответили на какие-то определенные вопросы, но все равно, к сожалению, не все, что хотелось. Мы не услышали все, что хотелось. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте лайки в комментариях, ставьте лайки в комментариях, ставьте лайки в комментариях, ссылки в описании в шоп-канал. Это была игра Куб 2 и полное ее прохождение. Если вы не видели предыдущей серии, можете посмотреть на моем канале. А с вами был Лекс, спасибо за просмотр и всем добра.